Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, мы снова с вами в студии, в прямом эфире. У меня трясет, я иду заделывать нос, ниточку одну, ставить. Так, сейчас я вам покажу без фильтра, как у меня стал нос. Посмотрите, просто посмотрите, какой у меня идеальный нос стал. Кончик весь поднялся. Сейчас я, подождите, сделаю протрую экран. Писька левого. Вот, протрую экран. Мне сегодня сказали, что у меня просто офигенный нос. И сейчас, видите, мы идем делать какую-то процедуру профайла, которая называется, которую все голливудские звезды советуют. Девочки, я делаю это для вас. Что колем опять, чтобы никто не думал, что я кого-то наебываю в этой жизни, потому что вы увидите, что я делаю все это на себе. И, кстати, очень сильно похудела, я очень расстроилась, вот, что я похудела резко. Не знаю, с чего это связано. У меня прям вес начал скакать. И аппетита нет, совершенно никакого. Я думаю, может быть, я стала волноваться из-за того, что я лечу в самолете, но мне прям тошнота все время. Не, я делаю для себя, это понятно. Мне просто Аня скажет, что уникальная процедура. Сейчас я себя покажу, смотрите. Вот, смотрите. Вот для меня это прям не чувствую. У меня, ну, талия ушла прям вся вот здесь. Я не знаю, видно или нет. Ань, мы готовы. Уже вся НСС пришла ко мне. Посмотрите. Ань, подожди, а что ты делаешь, скажи мне? Я делаю пираться. А-а-а, ну ладно. Все, Аня. Аня, у нас тут это. Не видно, что похудела. А мне кажется, по лицу очень сильно видно. Мамочка, сегодня мама у меня потерялась. Вы не представляете, что со мной было. Я думала, что меня заберут в психушку. Я звонила маме. Просто вы сейчас послушайте, вы знаете, кто для меня мама и что она для меня значит. Я, в общем, звоню маме. Я знаю, что я посадила на такси, все. И она мне пишет, все, через 10 минут я буду в школе. Сегодня госэкзамена у нас у девочки. И мы улетаем. И, в общем, я звоню. У нее телефон написан в зоне доступа. У меня начинает, меня начинает трясти просто так, что на нервной почве у меня сразу тошнота. Левочка, ты мне набрал, родной. Да, я в эфире была. Посмотрите, как мы вчера с Ливаном пришли на вечер. Посмотрите, какие мы красивые. Вот. Наш фоточка. Как мы вам? Я звонил, видел, Левочка. Я ем пиво с семгой и я счастлива. Сегодня пятница. Да, дочь, так и надо вообще. Нужно быть счастливой. Нож чешет, к плохому нет. Платье дочери Габбана видели. Да, вы бомбические. Спасибо большое. В общем, у нас сегодня вылет. Я выйду к вам в аэропорт. Потом позвоню, я позвоню. Обязательно, Левочка. Я выйду к вам из аэропорта. Я надеюсь, что вы будете с нами. Не ковыряй в носу, привычка поразит. Маша, красотки, спасибо. А, вы меня просили показать помаду, которой я пользуюсь. Вот она. Вы меня спрашивали, Маша, какая помада для губ? Я вам показываю. Вот это вот. Она просто замечательная. Она офигенная. Смотрите. В общем, мой фаворит – это белорусский крем. Кстати, я сейчас, надеюсь, еще такой себе привезу из Ялты. И вот такая вот помада, которая называется Лип Максимайзер. И она вот так вот смотрится. Смотрите. После нее губы просто. Сразу бомбически. Лип Максимайзер. Цвет беж. Вот так вот. И сейчас покажу. Девочки, все-таки я лечу в тай, кому надо. Я прям привезу вот такую пудру. У меня уже очень… У меня многие прям просят, но она сам и шикарно. Ливан никуда не пропал. Мы с ней все время вместе. Проводим время. Да, это помада Лип Максимайзер. Очень сильно увеличивает губы. Они прям на глазах становятся большие. И у них такой блеск. Я не знаю, видно или нет, поблескивает. Что? Нет, реснички я сделала не короткие. Я реснички… Блин, я забыла косметику всю. Короче, я пока сижу с Аней, она мне поставила вот такую вазу конфет. Вы понимаете? И я начинаю в себя верить, и все их есть подряд. Это какой-то ужас. Пора, блин, красить к Пасхе. Куда еще больше? Нет, больше я не буду делать. Я иду делать процедуру профайла, девочки. Я просто пришла, думала, что в 6 выйду в эфир, но у Ани здесь огромная очередь. А потом меня забирают водители, везут на Дом-2 какое-то шоу снимать. Я не знаю. Так вот, я потеряла маму. Тебя можно пригласить в кино? Я не пойду с мужчинами, незнакомыми. Это 100%. Никуда. Может, ты одежду меняешь? Конечно. Я просто привязалась к этому костюму, и все. Но куртка у меня друг, вот моя. Такая тоже с орлом, с каким-то на спине. И вот с такими камушками. Вот. Я камушки, короче, не могу найти. Веснички супер. Вот с такими вот камушками. Расскажи про маму. Ну, вот что я говорю. Мама посадила на машину около Шуйкинской, и она поехала сдавать экзамен. Я приехала на ресницы, лежу на ресницах, и ровно через полтора часа я не могу, у меня просто время эфира. Это что за дела такие? Я не понимаю. Вы все закончили, да? И я звоню. Вадим, я поняла, что ты мне звонишь, но у меня прямой эфир. Почему все начинают звонить во время прямого эфира? Ну, вот я просто не могу понять. Они все звонят в прямой эфир. Я выхожу в прямой эфир, у меня начинают все звонить. Объем ресниц тайной, лисий взгляд, и я нарастила нижний и верхний. Да, это мне звонят, поэтому прерывается эфир. И объем от 8 до 14 длина. Вот. Длина 8-14, лисий взгляд, изгиб ССС, нижний и верхний. О, все, закончили, наконец-то, шикарно. Теперь я, моя очередь, все. Привет, СМОЗДАУНЖ, привет, привет. Вадим, я поняла, что мне звонишь одной. Но у меня в эфире, я не могу прерывать эфир. Вот. Сколько стоит по цене? Сейчас все узнаем. Очень красиво эту штучу. Про маму расскажи. Все, наращивание стоит 4 600. Вот такое вот, по меня. Но я делала, видите, и верхний, и нижний. Поэтому так красиво. И тени у меня, видите, какие бомбические. Просто. Нет, я не хочу, потому что я улетаю в Тайв, Сингапур и в Ялту. И я сделала специально, чтобы не париться. Изгиб ССС. Ну, я похудела, это факт, да. Носик классный. Все, идем делать. Девочки, я надеюсь, у меня в этот раз голова не будет кружиться. Маша про маму. А, ну вот. И она потерялась. Вы представляете? Я просто думала, что я сойду с ума. Я начала звонить. Я ей звоню раз, два, десять, двадцать. У нее абонент, не абонент. Планшет недоступен. В общем, оказалось, что она потеряла где-то сумку. Но то, что испытала я, это я не пожелаю врагу просто. Я думала, что я сойду с ума. Я не смогла наращивать ресницы. Меня блевало. Вот я только понервничаю, я сразу иду блевать. Это просто жесть. Я не знаю, что с собой как бы делать в этой ситуации. Ну, у меня, видимо, это последствия анорексии. То, что когда я только... Вот мама не берет, но она не брала три часа. Мне звонит директор школы и говорит, мама не доехала на экзамен. Ну, это все. Это как бы, ну, можно просто сразу, не знаю, в дурку меня отдавать было. Кто выиграл человек года в 2015-м, не знаю, понятия не имею. Сумку нашла вроде в этом. А, ставила ее в маршрутке и... Да. Приступаем, а то там скоро уже девочка еще одна идет. Ань, подожди, расскажи вообще, что это за процедура. Ань. Да. Ну, можете теперь попробовать делать тебе профайлы. Деревитализация нового поколения. Одевай шапочку. Но это больно, я ничего не делала сразу. Это не больно, это терпимо. Нет, если ты сейчас говоришь терпимо, это значит больно. Нет, ни одному человеку еще не делали никогда анестезию. Вот сколько проколол, очень много уже. Ни одному человеку не делали анестезию. Не больней, чем нос, Маш. Пожись. У меня видишь, что это кровоизоляция сегодня лопнули? Так, все, я одеваю шапку. Hello. Какая цена, Ань? 50 тысяч. 15 тысяч. 15 тысяч. Дорогие друзья, 15 тысяч. Цена 15 тысяч. Ань, не страшно. А можно... Подожди. Нет, давай подумаем вначале. Ань. Подумаем на чем. Это кольца 5 минут. Ты все очень быстро. Это все перебила. Подожди, пожалуйста, Ань. Подожди, стой. Давай сейчас я подумаю. Ты знаешь, что сегодня было? Я сегодня... Мама сегодня забыла сумку в маршрутке. Она не брала трубку 2 часа. Ты понимаешь, да? И меня блевала, стояла на ресницах из-за того, что ее 2 часа нигде не было. Ты представляешь, что со мной было? Это сумасшедший дом. Теперь нет ничего. Да. Ань, подожди, надо подумать. Сейчас мы тебе только... Стой. Я тебя... Надо подумать. Совсем не буду. Сотрублюсь. Все, мне тошнит. Точки, которые нам необходимы. Все, мне тошнит. Вот, кстати, можно в нос чуть-чуть еще укрепить. Вот две нитки поставить. Одну сюда и одну сюда. Это мы обязательно сделаем. Вот так прям хороший нос. Так, свое мнение по носу быстро. Ань, отлично все. Отлично. Отлично, только можно... Нет, вот знаешь, я хочу куда? Да, вот сюда теперь. Вот я прям точно вижу. Вот одну нитку сюда надо и одну нитку еще в кончик. А в кончик поднять, да. Все, шикарно. Но это не сейчас. Нет. Это я сразу говорю, что нос не сейчас. Это я сразу говорю. Я хочу улететь. На самом деле, кто делал нос, знали, что это не так больно. Это вообще не больно. Но я сошла с ума. Ань, я поняла после тебя, что я ссыкло. Ты понимаешь, что я ссыкло? Так. Так, не пишите, что страшно. Это не страшно, это не больно, и это бескровно практически. Ань, мне нужно сюда поколоть. Вот. Мы тебя уколем. Посмотри. У тебя проблемные зоны, вот эти вот при линии улыбки собираются. Вообще, профайлоколит из пяти точек, но иногда можно отходить от стандартного введения. А какие противопоказания? Беременность, лактация, инфекция аутоиммунозаболевания, бронхиальная астма. Мечная? Мечная не является противопоказанием. Просто единственное, что может кровить немножко сильнее. Ну, все понятно. Аня, косметолог, от бога пишет! Ну, кто-то уже воспользовался услугами. Так, все, мне плохо, мне тошнит, Аня. Это не больно, Маша? Меня тошнит. Все, мне страшно. Цена процедуры 15 тысяч. Так, давай фильтр выкатим, чтобы было видно разницу. Разница через сколько будет заметна? Ну, разницу ты увидишь завтра. Это не прямо вот сейчас. Фильтр убрали. Вот, мы колем вот в эту морщину. Не, ну, мы не только на эту морщину колем. Там смысл такой. Стандартное введение – это 5 точек. Но мы тебе чуть-чуть отойдем от стандартного введения. И сколько ты мне введешь? 10! Нет, мы тебе сделаем 5 точек, но меньшим объемом. И уколем еще некоторые точки, которые вот проблемные. Ань, ну ты давай тоже, ну, не это, не перебарщивай, Ань. Ну, мы тебе больше не введем машину. В аэропорту выйду в эфир, конечно. Больше положено у него. Подожди, Ань, в аэропорту выхожу в эфир, все. На мне нет тонального крема, сейчас ни грамма. Дорогие друзья, только помаду, вот она. Как у Писи Королевы. И тени. Ой, у меня 666, смотри, какое дьявольское число подписчиков в эфире. Давайте до 700, мне страшно, 666. Ну, реально страшно. Я вот тебе съела три конфетки, сидела, каракул. Нормально. Ань, от этого голова не крошится? Нет, не крошится, не болит, и бумерк никто еще не падал. Ну, знаешь, что тут Писи Королева. Меня завтра Саша встречает в Ялте. Ты знаешь, это парень, который работает там. Он мне сказал, что меня будет встречать с фанфарами и с оркестром духовым. Слушай, можно делать, если тройной нерв больной, Инна спрашивает, это моя подписчица любимая. Одна из любимых. Но он уже вылечен? Он вылечен, Ин. Асимметрия осталась? Асимметрия осталась, да, у него где скула. Провалилась немножко. Нет, можно любую процедуру делать при повреждении треничного нерва. Потому что без фильтра нормально, если уже как бы залечили, там, антибиотики кушно пропили. Дорогие друзья, я сейчас буду делать процедуру, которую делала Навка, жена Джигурды, все наши звезды и не звезды. У меня кровослияние в глазах из-за мамы. Саша, довела меня. Вот. Ань, это заменяет нити? Нет, после него лицо становится Писи Королевой. Вот как вам еще сказать? Как оно? Какое оно становится? Просто скажи. Смотри, здесь идет омоложение даже под конь жирового слоя, даже жирового. Смотри на людей, в глаза. Визуально лицо становится более подтянутое, с лифтингом, да, уходит на нитки морщины. Как мы начинаем уже? Нет, подожди. А ты, Катя, колола его? Катя не колола, Катя, мы... Подожди, а почему ты мне безболивающие сделала? Катим, мы делали другие препараты. В одну процедуру нельзя совмещать. То есть, препараты колятся отдельно от всех процедур. А почему ты мне безболивающие сделала? Я тебе сказала, мы ни одному человеку, которому кололи, еще ни разу не нанесли на анестезию. Ни разу. Максимальный вес на дом 2,69 килограмм. Вы представляете? Ань, 69. Сними маску. Какую маску? Это я, маски, я должна маски колоть. Привет из Смоленского. Сколько таких процедур нужно сделать, Ань? 2-3 процедуры, это курс на год. На год курс 2 процедуры. Первая процедура делается, потом делается через месяц, потом делается через 2 месяца. На отдых можно ехать сейчас, да, в жаркую страну? Да, можно, конечно. На солнце загорать можно? Можно. А что еще можно? Легкий минетик. Ладно, некому. Так, все, дорогие друзья, закрываю глаза. 15 тысяч стоит. Подожди, а ты куда в первую вкалываешь? Первый будем вкалывать, да. Вот, первую точку вколу. В Севастополь приеду на Пасху к папе и сестре родной моего отца. Маша, передай Брянску привет. Брянск, привет. Аня себе что сделала? Аня себе сделала скулы только что? Нет, не только что. Губы сделала. Лоб сделала. Что еще? Ресницы нарастила? Не нарастила. Не нарастила, уже облетели. Вообще успевайте, Каня, записаться, она в Дубай летает жить. Ну не сейчас. Ну не сейчас, через месяц. Так, а на солнце рисует, что-то нет. Красота требует жертв. Ну вы уже поняли, вот я с носом мучилась. Катя живет вообще. Год я мучилась с носом. В эмиратах. И сейчас у меня нос в Писе королевы. Ничего не потекло. Селики, дочь верла сегодня. Ты что, шутишь? И ты сидишь в эфире? Это нереально. Все за бред. Сколько стоит чистка лица? Аня не занимается чисткой лица. Давай фан-встречи Севастополь, давай. Летом Аня не будет. Она будет приезжать. Ну давай фан-встречи. Кто устроит фан-встречи Севастополь? Я буду на, как это называется, остановка на Хрусталево. Буду 29 числа. У меня весь день будет свободный. Я тебя тоже после конца попрошу. Вот так. Ань, ты хочешь меня довести? Ты можешь поворачиваться на бок. Ты мне будешь давать отдыхать после уколов? Да, мы начинаем. Это не больно. Я не смогу держать два телефона. Главное не задерживать дыхание. Просто дыши и все. Вот мы делаем первый укол. Чему не задерживать? Дыхание. Все, это первый точек. Стой. Больно? А почему он не задерживает? Неинтересно. Наоборот, дыши, так легче. Процедура легче переносится. Любая процедура. Если не задерживать дыхание. Куда дальше? Сюда. Больно? Больно? Делаем без анестезии. Ань, у тебя что, 10 айфон? У меня эксцесс. А, а я чувствую, я на ане на айфоне писю королеву. Серьезно. Смотрите. Все, да, отдохну. Так. Все, да, отдохну. На, держи свой телефон. Все, дорогие друзья. Ты решила себе тоже, да? А, один с пилой эксцесс. Вань эксцесс. Да, это такая красота, оказывается. Ну, другое качество совершенно. А у меня восьмерка, блин. О, Левочка, это процедура, видишь, биоревитализация нового поколения. Называется профайла. Лева, тебе тоже надо сделать. Ань, ты вернулась? Да, я вернулась, потому что девочка. У тебя 700 человек ждала в эфире. Серпиима, вообще не больно. Только ты знаешь, у меня здесь что-то похрустывало почему-то. Это нормально, абсолютно. Так, поворачивайся дальше. Подожди, на какой бок? Вот, мы еще не доделали здесь. А, еще не доделали. Да. О, не такой телефон понтовый, смотрите, эксцесс. Стой, я себя не вижу. А ты что мне сделала потолок, Аня? Зачем я потолок снимаю? Подожди. Удаляла бы Анютка вены. К ней бы... Вот, а, слушай. Вены я тоже удаляю. Она удаляет, Ин. Ты знаешь, что Аня хирург по образованию? Ты что, не хирург? Я врач общей практики, дерматринеровок. Но сейчас она на пластическом хирургу еще отучилась. Собираюсь. А, собирается. Короче, все, я напиздела половину. Аня, ну что ты меня дезинформируешь? Я тоже собираюсь в два года еще учебы. А, нет, она, оказывается, уже училась три. Еще два осталось. Так что все, я ничего не вру. Ты говорила. Ин, давай, Каня. Она просто реально делает операции. Круто очень. Я буду с тобой даже сидеть рядом, за руку тебя держать. Ну, все, не обсирайте меня. Я путаю все. Но у меня с памятью бывают проблемы. Я просто собираюсь, а то уже... Так, Ань, что ты начинаешь? Нет бы сказать, что ты писи королева. Так, держи. Подожди, что мне? А того мало? Мне кажется, и так красиво уже все. Ну, ладно. Аня, я не буду потолок снимать. А, это я себя. Смотрите, какая красивая Ваня в телефоне. А там не я. Так, давай, Ваня. Ань, стой, что дальше? Ну, сейчас мы остальные точки прокалываем тебя. Ай. Стой. Больно. Вот, улыбайся, чтобы было видно твою морщинку. А, морщинку какую? Вот эту мы будем колоть. Вот ты когда улыбаешься, вот здесь над губой собирается. Вот в эту точку мы сейчас тебе уколем чуть-чуть. Ты запомнила где она? Да. Все, дай отдохну, все плохо мне. Держи телефон свой. Все, сейчас подумаю. Не умирай. Это не так больно. Все, не помните. Ой, прости меня, Господи. Это первоэритализация нового поколения. Дорогие друзья. Это очень нужная вещь для любой писи-королевы. Я уберу это, знаешь, все. Уберу фильтр, чтобы видно было. Ну, вот мы одну сторону сделали. Ну. А дальнее зеркало. Я гляну на себя. А сразу подтянулось, да? Ну, это лифтинговые точки, да? Лифтинговые точки, да? Да, ну, прям такой эффект ты видишь завтра. А что будет завтра, просто скажи? Прям кожу. Вот когда я завтра прилетаю в Ялту. Что завтра будет в Ялте? Вот скажи честно. Вот честно, просто, чтобы я понимала. Как будто будешь после контурной пластики. После контурной пластики? Да. Так, девки, все идем на профайлы, не пизжу, все делают реально. Аня очень больно с этой стороны мне. Бляха, мух. Почему? Ну, с одной стороны бывает такое, что боли болезнен. У меня искр, осталось. Так, адрес, подожди, отдохнул. Адрес клиники Беговая, 32. А сцена процедуры, хотел сказать, 32 тысячи рублей. Сейчас никто бы не пришел. 15 тысяч рублей. Но Аня сделает скидку еще 5 рублей от меня в подарок. Я заплачу 5 рублей за каждого. Лицо калю, мужика нет, потому что я очень избирательная телочка. А, еще дай вдохну, реально. А так две точки. Мне пофиг, сколько у меня голова кружится. Так, пожалей меня немножко. Видишь, бескровная процедура? Ну, то, что бескровная, это, конечно, сказка. Главное, знаешь, как это? Главное сделать, да. Вот жалко, Ань, ты меня тогда... О, Вера, дочь, я тебе собаку оставляю, напиши мне. Главное, чтобы ты знаешь, что, Ань? Что ты меня тогда не уговорила нос доделать? Ну, ты же кричала. Тебе было очень больно. Так, Маша, вот последнюю ты тебя оставляешь, да? Все. Щипет внутри прям, да? Да. Ну, так как точка... В одну точку вводим 0,2 препарата, по ощущениям, немножко пощипывает, неприятно. А вот лед продолжается? Одна точка растекается до 5 сантиметров, поэтому мало точек на лице. Где фан-встречи? Напиши мне в директ, и мы решим с тобой, где устроим. Ой, здрасте, дорогие дамы и господа. У меня перерыв, последите, сколько прошло в ревере? Ну, две недели, наверное. Две недели. Даже меньше, даже еще двухнедельная не прошло. Не прошло, да? Аль, я тебя очень люблю. Там пришли два человека. Два человека? Да. И ты меня сейчас выгоняешь, да? Ну, я сейчас... То есть у нас тут 700, и ты нас всех выгоняешь. Аля вообще совесть потерял совершенно, выгоняет меня. Пищу королеву. Выгоняй. Крови, да? Ну, там. Аль, слушай, ну я реально звезда, оказывается, стал. Я заметила, я прям изменилась. Да, ну не только ты заметил. У него даже сказал, Маш, ты вот дива. Понимаешь, да? У меня уже дивый зал. Аль, слушай, а вот эти шишки не пройдут, аль-така станция? Нет, шишки завтра уже пройдут. Одна точка обтекает до пяти сантиметров, Маш. Так как диалог очень сильно конфиденит. Что она делает? Обтекает по щеке. Вот мы одну точку... Одна точка сейчас на пять сантиметров больше ставим. Нет, обтекает вниз. То есть мы колем одну точку, она обтекает по всей щеке. Поэтому не прокалывается, да, много... А там прям чувствуется шишка, да? Да. Большая... Завтра уже не будет чувствовать. Ну, еще бы она завтра чувствовалась. Так, какие противопоказания? У тебя указали, беременность, лактация... Беременность, лактация... Аутоиммунные заболевания... Аутоиммунные заболевания... Инфекция, бронхиальная астма... Так, сегодня курить можно? Можно. Пить можно? Немножко. Все, в самолете бутылочку вина не больше. Дорогие друзья, она зато стала красивая. Так, были нити на лицо, когда можно профайла? Скажи. Профайлы, куриц вообще... Верочка, я тебе привезу тогда сейчас собаку. Когда... Полторы-две недели должны пройти. Полторы недели. В лицо ей кололи нитки. Если в лицо нитки кололи, где-то должны две недели пройти. Две недели, если в лицо нитки профайлы можно делать, дочь. Так, дорогие друзья, мы сегодня с вами едем в аэропорт. Пожалуйста, поддержите нас с мамой. Мы вылетаем. Так, мы будем 8 утра в Шереметьево и вылетаем в Ялту. Поэтому мы очень будем ждать, чтобы с мамой выйти нас поддерживать. Нет, я не брею лоб. Мне лоб делаю лазерные эпиляции, но границу все равно видно. Так, ну ты хочешь институтить, я пойду к тому коллегу. Нет, я ухожу, ты что? Аня, прости меня, ты же знаешь меня. Аня, у тебя поесть нечего? Хлеб есть? Нет, хлеб черный нет? Хочешь чай сделать, нет? Я хотела хлеб. Ладно, давай чай. Но потом, потом. Нет, мне сейчас не надо, потом. Когда потом? Я буду сидеть сейчас. Здрасте. Все тут огромная очередь, дорогие друзья. Это просто невозможно. Все ждали, пока мы с вами закончим. Вы понимаете, дорогие друзья, все ждали. Я тут сумки свои разложила, ну серьезно, как будто на рынок. Посмотрите, ну как так можно? А вы что будете делать? Вернее, коррекцию ботокса. Ботокса? В лоб, да? Да. Я тоже делала, видите, мне так хорошо стало. У меня уже чуть листалось, один у вас. Ну а мне прям вот шикарно встало. Ну мне прошло сколько, две недели, наверное. И все это профайл еще сделала. Вы делали? Первый раз профайл. Вы делали? Нет. Ну это просто, я вам сразу говорю, это вот, это сказка. Это сразу как из Голливуда. У нас делала девочка, с которой я работаю вместе, мы с Каней. Ну это просто сразу как из Голливуда. Подтягивается лицо после профайла. И все. Это становится... А вы уходите? Все... Ань, ты от меня всех забрала специально, да, чтобы мы не поговорили? Ну ты можешь потом поговорить и друзья. Ань от меня всех забирает людей уже просто с удовольствием. Она боится, что я что-то скажу, что ли? Что я скажу? Пиздец. Короче, всех людей от меня забрали. Молодец, как со своими. Ну а чё? Чё тут из себя строить? Хер пойми кого. Теперь будет сильно видно. Ну что сделать? Сильно видно. Надо пойти ещё лазером сделать. И не будет видно. Короче, я забила на эти мелочи, ребят. Вы понимаете? Не обращайте на это внимания. Ты все переделанное. Ну а что вот у меня особо переделанное? Ну вот скажите. Скулы все колют. Но все поголовно. Биоревитализацию. Её делают все, но я делаю биоревитализацию нового поколения. Это называется профайла. Ну, у меня был подбородок. Чуть-чуть поострее сделала. Но это кто? Это просто... Чё греха таить? Ну это каждый бы сделал с удовольствием. Ресницы? Ну без ресниц куда? Чё ещё? Ну нос нити вставила. Ну а по сути... Ну я же сама была красавицей с детства. Если б я была страшной, это одно. А так, если даже я рожу ребёнка, да, даст Бог, Боженька подарит мне доченьку или сыночка, мне муж мой не скажет, Маш, это чей ребёнок. Потому что всё равно будет ребёнок красивый. Марусь, молодец, женщина должна быть приказана. Вот вы говорите, а мужика нет. Не, ну вы думаете, вот реально, если я не захочу, у меня не будет мужика. Я захочу, ко мне сейчас муж приедет. Прям вот на своей шикарной тачке. Будет со мной спать с утра до ночи. Ну и параллельно ещё с 10, понятно. Позвоню другому, опять приедет. О, поездка оплачена, заказ такси, дом 2, редакторы. Всё хорошо. Сколько времени? Скажите, чтобы я не опоздала выйти. Короче, что я говорила. Я могу, ну, много мужчин, желающих, которые со мной будут. Это же понятно. Но вопрос в том, нужны ли они мне. Мне хочется мужика уже такого достойного. Не просто на поебушке. Ну смысл мне просто, извините, трахаться, тратить свою энергию. Не пойми на кого. Ну нет, конечно. Всё, машина приехала. 19 на ноль. Через 3 минуты будет. Всё, я не успела ни поесть, ни попить, ничего. Аня, говорю, Аня, давай потом. Ань, ты что, ты уходишь? Мне за мной дом 2 прислала машину. А я хотела кофе попить. Нет, я тебе сейчас чай делаю. А я кофе хочу. Глоточек, Ань, чтобы глотнуть успел. Вы всё уже? Да. Ой, на удачу вам. Спасибо вам тоже. Как вы так улыбили? Я же смотрела вас. Когда? Да, я когда вы там были. Ну как, изменилось? Очень хорошо. Смотрите на меня. Давайте ближе, потому что у меня я писачку. Очень хорошо выглядите. Хорошо выглядишь? Очень хорошо. Это у меня сейчас всё без тоналки и лицо припухло после процедуры. А так я красавица. Очень красиво. Ну что, всё, конечно. Очень красиво. Но это Аня, видите? Аня звезда. Она прямо от Бога. Да. Нет, это никогда не скажешь. Я думаю, вам 30 лет. Нет, я не верю в это. Нет, вы просто красавица. Нет, вы просто красавица. Спасибо. Королева. Спасибо. Так, дорогие друзья, за мной дом 2 приехал. Я вынуждена выходить. Тогда чего? Выйду, когда меня там начнут красить, собирать, с вами выйду в эфир. И выйду обязательно сегодня где-то в 9 утра в аэропорту, когда мы будем взлетать. В 8-9. Вы сейчас идите за сториз. Ань, за мной приехали все. Мои сигареты? Мои сигареты. Я когда закурила. Я всё время курю, Аня. Это плохо. Ань, я не знаю. Надо бросать. Ты знаешь, что я вчера пачку выкурила? Меня мама чуть не уебала в стену. Не знаю. Сдаёшь мой личный стресс? Не буду. Ань, иди сюда. Ты знаешь, что я тебя люблю? Я пошла. Ну, секунду, подожди. Ну, скажите два слова. Ты липолитики делать будешь? Да. Куда? Ноги и ноги. Ой, липолитики уносят, Аня, от меня. Ну, всё, пиздец. Всё. Вообще, я, конечно, красавица. Могу быть. Аня, тоналку-то можно делать? Да, можно. Ну, мне сейчас на съёмки надо. Можем. Ань, ну вот твоё мнение, как я стала выглядеть, честно? Отлично. Все, кто тебя знал и видел до этого, все говорят, что ты суперкрасотка. А суперкрасотка? Да. Так, подождите, а нос шикарный? Да. А когда ещё две нитки? Когда приезжу? Ну, я бы хоть долго сосредотачиваться. Ещё две нитки в нос. Аня вхуярит мне. Так, я пошла? Я пошла? Или политики унесла, всё? Аня. Заври! Стой! Люди желания загадывают. Стой! Ну, совесть есть, повернись. Всё, стой вот так. Загадывайте. Скотина неблагодарная. Совести у тебя никакой нет. Тебе тут жрать дают каждый день. Аквариум чистят. Ты живёшь здесь, как звезда. Как пись королева. И желания не дают загадать вообще. Всё, загадали. Ладно, иди нахер. Всё. Больше ты не нужна. Так, дорогие друзья, всё. Я вас люблю, целую. Поехала на Дом-2. Следите за эфирами.